Друзья, всем привет из Питера. Сегодня пятница, 5 июня. Я сейчас нахожусь на площади Тараса Шевченко, в сквере Тараса Шевченко на Петроградке. Это, в общем, сквер назван в честь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, жизнь которого была очень тесно связана с Петербургом. Итак, хочу поделиться с вами новостями, потому что давно, да, у нас разговорного видео не было, наверное, сколько, неделю. Итак, что, в общем, в Питере нового-то, да? Значит, по коронавирусу с 1 июня нам разрешили ходить на улице без масок, но придерживаться дистанции. Обязательно. А маски носить только в транспорте, в магазинах, в каких-то других общественных местах. Ну, кстати, хочу сказать, в метро с... где-то с какого-то, с 12 мая, в общем, после майских праздников, людей в масках стало намного больше ездить, чем было до этого. Но не все. И на некоторых станциях людей не пускают. Также у нас начали работать юридические и нотариальные конторы с 1 июня. Отменили обязательную самоизоляцию для лиц, которым больше 65 лет. И восстанавливают пенсионерам очень льготные проездные, потому что все льготные у пенсионеров проездные и у студентов были заблокированы. Теперь, в общем, для пенсионеров, ну, как сказать, это рекомендательный характер самоизоляции. Раньше он был обязательным. Поэтому вот такие новости. Дальше. Одно из видео, да, я снимал возле ТРЦ-галерея, там, где я рассказывал про свою деятельность на Ютубе. Хочу сказать, что это такой, знаете, самый пафосный, да, что ли, не знаю даже, какое слово подобрать, ну, в общем, торговый развлекательный центр в Петербурге. И один из немногих ТРЦ, которые находятся в центре города. То есть это на Лиговском проспекте. Лиговский проспект 30, рядом с Московским вокзалом. В общем, ближайшие станции метро Маяковская и площадь Восстания. Кстати, один из выходов со станции площадь Восстания как раз к галереи и выходит. Дальше. В одном из видео, да, я показывал станцию закрытого типа Петроградская. Таких станций 10 или 12 в Петербургском метро. Станция Парк Победы, если я не ошибаюсь, вообще первая в мире, которая была построена таким способом, тоже находится на юге Синеветки. И пока что это единственные такие станции в России и СНГ. Ну, это если кто там в описании под видео не читал. Но вот сейчас в июле в Минске обещают открыть в первую очередь третьей линии метро. Это я читал, да, в новостях. И вроде там тоже такие станции будут, поэтому скоро, наверное, будут не единственные в СНГ. Но в России точно станции единственные, потому что в Москве таких станций нет. Значит, ну, именно для чего они, такие станции, были построены, я сказать не могу. Вот, у них есть преимущества и недостатки вот у этих станций. Но с какой их целью начали строить и почему они здесь только на двух линиях. И, кстати, они как-то вот разбросаны, да, но вот большая часть это на третьей линии таких станций. А на второй линии там, наверное, 4 или 5 станций. Вот на юге там Московская, потом вот это Парк Победы, да, который я назвал Звездная, по-моему, и Петроградская. Вот, то есть, если вы, то есть, если карту посмотрите, да, то Московская Звездная, Парк Победы, они, в принципе, рядом находятся. А Петроградская уже далеко от них. Это, представьте, что центр города. А так, да, вкратце, что, значит, хочу про себя сказать. Ну, у меня пока же все нормально. Работаю. Лично из жизни, да, каких-то новостей у меня нет. Вот, то есть, пока что все нормуль. Правда, да, вот теперь работаю каждый день. Субботовский выходной. Поэтому, что-то, наверное, и видео по этому давно не было. Ну, хотя, не знаю, что-то как-то и мысли не было, что-то рассказать, чем-то поделиться. В общем, вот так вот. Поэтому, если что будет интересно, я обязательно расскажу. Обязательно поделюсь с вами. А на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok